Суверенитет России в наших руках Суверенное государство Мы полуколония То есть вы хотите, можно сказать, оказать поддержку президенту и показать отношения Мы хотим себя освободить от колониального статуса Нас не устраивает, что у нас Центробанк нам не подчиняется Что нам МВФ диктует повышение пенсионного возраста, повышение НДС Нас это не устраивает А у президента нет той власти, о которой думает наш народ Вы хотите ему помочь? Нет, мы хотим себе помочь В первую очередь, раньше это была гостиница «Москва» А теперь 4 сезона на иностранном Что написано? 4 сезона Вот написано 4 Ну вот видите, кто-то ее приватизировал из иностранца И переименовал Можно вам вопрос Я услышал вашу точку зрения, но тем не менее у вас изображен последний Значит, все-таки как бы вы пытаетесь этот вопрос адресовать вместе с Владимиром Путином? Потому что он восстановил нашу армию Которую во время Брежнева, вернее этого Ельцина Вообще ее, как говорится, на части У нас не было уже армии И он за Россию Он единственный, он наш лидер Но по этой конституции он не имеет той власти По которой он мог бы сделать больше пользы Он вообще только хорошего хочет Он хочет выстроить систему Которая, чтобы работала на благо нашего народа и нашей страны Для наших целей, национально-освободительного движения Делать больше всех Вот такая постановка У нас существует закон о референдуме Выполнить его достаточно трудно И это вот тяжеловесное Специально так записано в конституции Чтобы нам трудно было Процедура очень тяжеловесная Поэтому провести всероссийское голосование проще Но здесь гораздо важнее, что народ начнет принимать участие в жизни страны Допустим, когда человек будет читать, за что он будет подписываться Он там увидит слово «суверенитет» И он должен будет задуматься А что такое, почему России не хватает суверенитета? Почему здесь стал вопрос о том, что... Национально-освободительное движение считает, что вот эта поправка о суверенитете, она самая главная Потому что все остальное, оно как бы идет, ну, как некий фонд И сейчас мы, президент, в законопроекте вносит поправки в 79-ю статью Она касается суверенитета, но только лишь частично То есть, когда мы примем эти поправки, у нас произойдет только возврат в часть суверенитета А дальше мы уже... И если народ одобрит курс президента на суверенитет, то уже можно тогда будет вносить На голосование статью 13, часть 2 и 15, часть 4 Потому что это самое главное, это юридические инструменты Внешнего управления над Россией со стороны Соединенных Штатов Америки Нацит русского населения на Донбассе Европа молчит, особо не возникает Ведь это фашизм, открытый нацизм и фашизм идет И притеснение русского языка А это ведь историческая территория была Россия Скажите, русский народ в Советском Союзе имел право субъектность свою? Русский народ это не национальность Есть славяне, есть армяне, есть разные На Руси 140 национальностей жило Давайте вопрос по-другому поставить И все они назывались русскими Я вам сейчас скажу по-другому Хорошо, не русские, а русичи Русичи имели свою право субъектность в Советском Союзе? Я не думаю, там мы были потери До 91 года Собственником собственности в стране являлся наш национальный русский народ Вы не отвечаете на мой вопрос Я это знаю Он говорит о русских Я говорю о конкретно русичах, о русских Которые говорят на русском языке, чтут свои традиции Вот, например, в советское время Украинская СССР, белорусская СССР была А вот у русских была своя Значит, наша точка зрения такая Что все так называемые национальности Проживающие в СССР Не перебивайте, пожалуйста Это был национальный русский народ Все, то есть татары это тоже русские Только своего происхождения Определенного этнического Я вас понимаю прекрасно Но вы не отвечаете на мой вопрос Я вам отвечаю У татары была своя АССР То есть автономная АССР у татаров была У башкиров была автономная А у русских было свое образование в Советском Союзе? В 17-м году нас поделили на республики Украин такой национальности не было Но тем не менее, если не было, вы считаете, что украинская национальность? Но была украинская СССР В 17-м году у нас на нашу страну были цели ее расчленить и иметь, как говорится, как хотят У нас национальности русских нет Как это нет? Нет, у нас славяне есть Белорусы, украинцы это на окраине жили Это не национальность Но у них и СССР был свое Это деление было специально сделано, чтобы люди между собой делились и ругались Значит, вы считаете, что Советский Союз это тоже незаконная формирование? Революция была тоже, да Там еще благодаря Сталину мы сохранили нашу страну Если бы не Сталин, у нас бы доллар главный был еще в 17-м, 20-м году И нас бы уже давно не было Если у вас, как у русских, не было своего образования в Советском Союзе Я говорю, что нас выделили И для того, чтобы нас расчленить, нашу страну Расчленить, да Вот и сейчас вы делитесь опять Русские, нерусские Эту тему вообще не надо поднимать Мы не делимся Мы обговариваем с вами юридический вопрос дела Имели ли русские в Советском Союзе свой статус? Они везде себя чувствовали у себя дома? Мы не боремся с Соединенными Штатами Америки Мы считаем Закон исполняем Мы считаем, что то, для чего они существуют на планете Вот эту свою функцию, они выполняют прекрасно Они выполняют роль хищника и паразита То есть они живут по своим преступлённым правилам Смысл в том, что они выигрывают у нас в голове войне И мы обращаемся, мы ругаем самих себя И обращаемся к своим же гражданам Чтобы они, люди, поняли, что произошло в 1931 году Что мы сдали свою роль Вот только что мы с вами услышали беседу Которая прошла между нами и представителями Национально-освободительного движения Как бы вы могли прокомментировать это? Национально-освободительное движение Как-то я не так много увидел В их действиях Национального Они всё-таки больше советские Советские И чувствуется их воспитание И даже, может быть, по их словам Можно бы сказать, что они Интернациональны Интернациональны Вот Но Так же В нашей с ними беседе Прозвучало очень много общего Общего Которое Как бы Согласуется с нашими мыслями С нашими чаяниями Вот, например, губернантское строительство Губернантское строительство Это Хороший такой позыв Хороший Где мы могли бы найти Много общих Интересов В этом плане Еще что можно сказать Что можно сказать Люди очень активные Активно так Отставившие свою позицию То есть Сразу видно, что Они убежденные Не просто там Проплаченные какие-то А убежденные люди Убежденные В правоте своего дела Скажите Ну а что вот не хватает Всем нам Людям С такими Русскими взглядами Настоящими Взглядами Национальными Что нам Мешает находить Как говорится Общие точки соприкосновения Представители Национально-освободительного Движения Их Так сказать Ошибка Или может быть Их проблема Состоит в чем В том, что они Не могут Отождествить Русских Ну русичей Русскую нацию И получается Что русские Это все Это и татары Это и Другие народы Коренные Наши А русские Где у них русские Я так и не услышал Из их ответа Где же Русские Вводят нас От наших корней От наших Искренно русских Родовых Начал А какой Наш родовой Начал Родовой Начал Наше Это Монархическая Россия Все Что Связано С Едином Начали Где Во главу Угла Ставится Бог Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова